Глава региона Александр Цибульский встретился с почетными жителями Неницкого округа. В ходе встречи обсуждались различные вопросы, в том числе оказание медицинских услуг, развитие авиации, формирование комфортной среды, работы управляющих компаний, строительство жилья для детей войны и издание энциклопедии Неницкого округа. Как отметил Александр Цибульский, для него встреча – это возможность услышать конструктивные напутствия на эффективную работу от тех, кто своей жизнью и трудом заслужили уважение и кто внес большой вклад в развитие округа. Встреча почетных жителей округа и главы региона проходила в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. За чашкой чая обсуждались проблемы, на которые, по мнению представителей высокого возраста, главе региона необходимо обратить особое внимание. Также почетные жители округа предлагали свои идеи по улучшению жизни в регионе и задавали интересующие вопросы. Например, ветеран авиации Борис Сыровенко поинтересовался, планирует ли округ обновлять парк самолетов и вертолетов на Ридмарского авиаотряда. У нас есть планы продолжать обновление авиапарка, и мы будем точно этим заниматься. Я сейчас пока добиваюсь от авиаотряда, чтобы они представили мне конкретный план развития компании. Условно говоря, какие контракты они могли бы взять, кроме выполнения социальной функции, чтобы они еще начали зарабатывать деньги, это крайне важно. И вот они сейчас эту инвестиционную программу готовят. Идет пока это довольно сложно, но я думаю, что в ближайшее время мы это определим, для того, чтобы пошагово понять, в какой момент сколько новых машин нам надо приобретать. Известный в округе хирург Николай Гмир рассказал о сложностях со снабжением расходными материалами в окружной больнице, а не самой, по его мнению, удачной оптимизации в медучреждении. Закупок очень мало, особенно инструментария. Ну, даже такая казуистика происходит, когда, в общем-то, во время операции инструменты, в общем-то, выходят из строя, ломаются. Особенно те инструменты, которые при лапароскопических операциях, в общем-то, крайне назрела такая проблема. Ну, даже такой пример уже проблема с шовным материалом. Александр Цибульский выслушал и обещал разобраться в вопросе, а также сообщил, что сейчас он пытается решить вопрос о строительстве нового инфекционного отделения окружной больницы за счет федеральных средств. Ветеран педагогического труда Светлана Федзянова и известный в Наринмаре озеленитель Варвара Бабкова подняли вопрос благоустройства и озеленения города. Мы поменяем вообще концепцию озеленения, потому что то, что сейчас с ним закупалось, оно не совсем правильно делалось, когда из лодок вынимаются, и школьники втыкают, и растения стресс переносят. То есть, по большому счету, как я посмотрел, озеленяют прямо вот этими же горшками. То есть, не надо их доставать. То есть, мы закупаем солнышко у Анатоли Петровича Дочина, материал. Но вот готовы сотрудничать с питомником. Я думаю, что мы и весной, и лето уже изменим сам концепт к озеленению. Как отметил глава региона, мэру города, дано поручение разработать комплексный проект благоустройства центра региональной столицы. По словам главы Наринмара, совместно с окружным департаментом строительства и ЖКХ, сейчас прорабатывается вопрос создания по улице Смедовича большой городской зоны отдыха. В завершение диалога Александр Цибульский поблагодарил почетных граждан за активность и конструктивный разговор и поддержал предложение председателя окружного совета ветеранов Вячеслава Карипанова встречаться с уважаемыми в округе людьми регулярно.